А, еще не сказала. И театр, вот когда построили его. Театр назывался Театр Добровольно-Пожарного Общества. А назывался он так, потому что здание, в котором играют минусинские актеры, строилось для пожарных. Но второй этаж огнеборцы подарили актерам, а потом и первый тоже. Таких историй у заведующей музея Ларисы Третьяковой «Десятки». Однако школьники, которые пришли на экскурсию в музей Минусинского театра, ждут не столько историй, сколько за кулисье. А вот сцену мы сейчас видим ровную, да? А вот если убрать полотно, здесь есть что-то двигающееся, есть где-то какие-то углубления, да? Да, под сценой здесь есть еще крутящиеся сцены. Если нужно, допустим, по спектаклю декорация должна меняться, просто она разворачивается и все. Еще есть в сцене яма. Она чаще всего служит для искусственного озера. К сожалению, цех, где готовят декорации, сегодня на выходном. Впрочем, пару секретов этого дела выведать удалось. Как лучше расставить мебель, каких декораций не хватает. Все это решается не на большой сцене, а на маленькой. И настолько маленькой, что переставлять предметы можно двумя пальцами. Не просто создаются и образы для актеров. Например, парики делаются индивидуально для каждого. А костюмы шьются с учетом характера и особенностей героя. Это комедия. Это высмеивание. Это жадность. Это человек, который... Все, у него даже платье в долларах. Шляпки середины 20 века, наряды барышень, раритетная мебель, пластмассовые овощи. Дети в восторге. Сидишь, это все блестит, даже когда там сидишь. И вот так здорово. Все так необычно. Ну, такого ни разу не видели, такие впечатления. Но я и до этого мечтала стать актрисой, попасть во всю эту атмосферу. И сейчас очень хочется. Почувствовать себя в волшебной стране под названием театр может каждый. Экскурсии проходят еженедельно. Главное – организовать свою группу или примкнуть кому-нибудь. Телефон для справок Минусинске – 20350. Валерия Остраумова, Евгений Сульбереков. Новости. Седьмой телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова